Мы ознакомимся с особенностями диагностики изменения в работе сердечно-судистой системы на АПК Ведопульс. Итак, сегодня у нас первый вебинар, и мы сегодня познакомимся с самыми основами, а именно с основами работы сердца, то есть это сердечный цикл. Узнаем, как формируется ЭКГ, как формируются зубцы, которые мы с вами разбираем во время обучения. А также немножечко узнаем, что такое пульсовая волна, и разберем третью ткань, это Мамса-Тхату. Итак, мы начинаем. Сердце. Сердце является центральным органом сердечно-сосудистой системы. Что он из себя представляет? Прежде всего, это фиброзно-мышечный орган, то есть основа его, по сути, это мышечная ткань, особая мышечная клетка, которая называется кардиомиоцид. Задача этой клетки сокращаться. Таким образом, сердце за счет своей работы, сократительной функции, обеспечивает движение крови по кровеносным сосудам. То есть сердце еще сравнивают с насосом. Сердце перекачивает кровь, сообщая им кинетическую, ей крови кинетическую энергию. Таким образом, она двигается и достигает каждой клетки нашего организма. А как же работает сердце? Сердце работает в режиме так называемого сердечного цикла. Что же такое сердечный цикл? Это ритмичное чередование сокращений и расслаблений сердца. Здесь немножечко остановимся. Сокращения сердца называются систола, а расслабление сердца называется диастола. Таким образом, получается, что сердечный цикл – это ритмичное чередование систолы и диастолы сердца. Но сейчас мы узнаем, что в сердце сокращение различных камер происходит не одномоментно, а поочередно. Таким образом, немножечко познакомимся со строением сердца. Сердце человека имеет четыре камеры. У нас с вами четырехкамерное сердце. В целом, сердце делится на две половины – правую и левую. Каждая половина сердца состоит из двух камер. Прежде всего, это предсердие и желудочки. Таким образом, у нас есть два предсердия – это правое и левое – и два желудочка – правое и левое. Правое и левое половины сердца между собой в норме. Не сообщаются. Между правой и левой половинами сердца находится перегородка, которая и отделяет их друг от друга. Давайте посмотрим. И мы увидим, что правая половина сердца на картинке изображена синим цветом. Это говорит о том, что в правой половине сердца у нас с вами находится венозная кровь. А в левой половине сердца, которая изображена красным цветом, находится кровь артериальная. Между собой венозная и артериальная кровь у человека не смешиваются. Напомню, артериальная кровь – это кровь, которая обогащена кислородом, венозная – та, в которой больше содержится у кислого газа. Дальше. Чтобы нам говорить о работе сердца, мы дальше знакомимся с его строением. Оказывается, что в сердце находится клапанный аппарат, так называемый клапаны сердца. У нас с вами две пары клапанов. Первую пару клапанов называют створчатые. Давайте посмотрим, где находятся створчатые клапаны. А створчатые клапаны находятся между предсердиями и желудочками. Поэтому их еще по-другому называют предсердно-желудочковые клапаны. Итак, если мы посмотрим на правую половину сердца, то между правым предсердием и правым желудочком находится трехстворчатый клапан. Потому что, его так назвали, потому что он состоит из трех створок, трехстворчатый клапан. Ну и, может быть, еще можете встретить, в медицинской литературе он еще называется трикоспидальный клапан. Если же мы посмотрим на левую половину сердца, то между левым предсердием и левым желудочком находится двухстворчатый клапан, так как он состоит всего лишь из двух створок. И вот этот двухстворчатый клапан, его еще по-другому, вы можете увидеть его название, которое называется метральный клапан сердца. Таким образом, клапаны, расположенные между предсердиями и желудочками, обеспечивают движение крови в сердце в одном направлении, то есть из предсердий в желудочке, никак не наоборот. Значит, в нужный момент клапаны открываются и пропускают кровь из предсердия в желудочке, а тогда, когда это необходимо, клапаны будут, наоборот, закрываться. А обратного движения крови в норме не существует, то есть кровь из желудочка в предсердия в норме не забрасывается. Если же такое происходит, такое может происходить только при пороках трикоспидального либо метрального клапана. Но мы сегодня разбираем нормальные условия функционирования сердца. Вторая пара клапанов называется клапаны полулунные. Ну, их так назвали по форме их, анатомической. Где их искать? Полулунные клапаны находятся между желудочками и сосудами, которые из желудочков выходят. Итак, выделяют правый полулунный и левый полулунный клапан. Если мы говорим о левом полулунном клапане, то он находится между левым желудочком и аортой, которая из этого желудочка выходит. Аорта – это самый крупный сосуд нашего организма, сосуд с самым высоким давлением. И правый полулунный клапан, который находится справа между правым желудочком и легочным стволом. Легочный ствол – это тот сосуд, который выходит из правого желудочка. Ну и само название легочной ствол говорит о том, что этот сосуд обеспечивает движение крови легким. Отсюда будет начинаться малый круг кровообращения. Таким образом, полулунные клапаны также обеспечивают движение крови только в одном направлении – ни за желудочков, ни за сосуды, ни как ни наоборот. Мы сказали, что сердце у нас работает ритмично. Мы выделили систолу и выделили диастолу. Теперь давайте посмотрим более подробно режим работы сердца. Мы с вами уже знаем, что сердце человека в норме сокращается примерно где-то от 60 до 80 ударов в минуту. Вот если мы возьмем такой усредненный показатель 75 ударов в минуту, то мы можем сказать, что время, которое идет на один сердечный цикл, как его рассчитать, нужно взять 60 секунд в минуту, разделить на 75 ударов, и мы получим время одного сердечного цикла, которое будет составлять, как вы видите, 0,8 секунды. В программе «Ведопульс» исчисление идет в миллисекундах, то есть не 0,08 секунды, а 800 миллисекунд. Итак, цикл в норме длится 0,8 секунды. С чего же начинается сердечный цикл? Он начинается с систолы, но вначале происходит систола предсердий. Сокращаются вначале только предсердия. И время, которое тратится на сокращение предсердий, как мы видим, всего лишь 0,1 секунды. Вот время, которое затрачивается на систолу предсердий. После этого предсердия входят в состояние отдыха, то есть для них наступает уже отдых диастола. А затем начинают сокращаться желудочки, то есть идет систола желудочков. Систола желудочков, если мы посмотрим, продолжается в пределах 0,3 секунды. Таким образом, если мы вместе суммируем время систолы предсердий и время систолы желудочков, мы поймем, что вся систола сердца длится 0,4 секунды. Дальше. Цикл длится 0,8 секунды. Из этих 0,8 половина времени, то есть 0,4 секунды уходит на работу сердца, то есть на систолу. Тогда время для общего отдыха, то есть отдыха и желудочков, и предсердий будет длиться также 0,4 секунды. И вот это время очень важно для работы сердца. Это время, когда все камеры сердца, и предсердия, и желудочки находятся в состоянии покоя, называется общая пауза. Что же такое общая пауза? Это не значит, что сердце ничего в это время не делает. Это очень важная фаза для работы сердца. А так как за эти 0,4 секунды сердце, каждая клеточка сердца восстанавливает свой энергетический потенциал, биопотенциал, и за это время камеры сердца наполняются кровью. Значит, наше с вами сердце наполняется кровью тогда, когда оно отдыхает. Поэтому сокращать время общей паузы было бы неправильно и неэкономно для работы сердца. Если будет сокращаться время общей паузы, сердце будет не полностью восстанавливаться, и не полностью оно будет наполняться кровью. А значит, последующая систола будет происходить менее эффективно. Итак, мы с вами сейчас посекундно разобрали работу сердца. Итак, систола. Покращение сначала предсердия, затем желудочки, а потом период общей паузы, то есть отдыха. Давайте посмотрим наглядно. Вот систола предсердий. Кровь, посмотрите, предсердно-желудочковые клапаны открыты, и кровь из предсердий стремится в желудочке. При этом давление в предсердиях, ну пусть небольшое, но существует, тогда как давление в желудочках, давайте посмотрим, его там нет, оно равно нулю. Дальше начинается систола желудочка. Посмотрим на этом слайде. Что же случилось? Предсердно-желудочковые клапаны уже закрылись. И вот здесь хочу сказать, что когда закрываются предсердно-желудочковые клапаны, мы с вами слышим, как наше сердце стучит, и мы слышим первый такой более звучный тон сердца. Вот этот первый тон сердца соответствует тому моменту, когда в сердце закрылись эти самые клапаны между предсердиями и желудочками. Дальше что происходит? Посмотрите, давление в желудочках резко увеличивается. Вот здесь показан левый желудочек, и мы видим, как растет давление в левом желудочке. Открываются клапаны полулунные, и в результате такого высокого давления кровь выбрасывается и сгоняется из желудочков в сосуды. Но так как здесь желудочек левый, то кровь изгоняется в аорту. Дальше произошла систола и предсердий, и желудочков, и происходит общая пауза. Обратите внимание, значит, общая пауза. Кровь заполняет камеры сердца, давление и в предсердиях, и в желудочках равно нулю. Полулунные клапаны в этот момент пока закрыты. Итак, в чем же заключается задача сердца? Мы поняли. Сердце – это насос, который перекачивает кровь. Задача сердца – создать разность давлений на артериальном и венозном концах сосудистой системы. Артериальный конец сосудистой системы мы выяснили. Это аорт, это начало большого круга кровообращения. И там давление в норме достигает 120-140 мм ртутного столба. И на венозном конце сосудистой системы. Сосудистая система заканчивается в правом предсердии, где заканчивается большой круг кровообращения, и туда будут впадать полые вены – нижняя и верхняя. Так вот, оказывается, что давление в этих сосудах примерно равно нулю. Смотрите, какой градиент давления – 140 и 0. И вот этот вот градиент давления, он необходим именно для того, чтобы постоянно происходило движение крови по сосудам. Это основное условие для непрерывного движения крови по сосудам. Хочу остановиться на цифре 140. Мы сейчас разбираем с вами условия нормы. Но бывают такие ситуации, когда у пациента давление высокое. И сердцу, чтобы протолкнуть кровь в сосуды с высоким давлением, нужно развивать давление гораздо больше, чем 140. Это может быть и давление 180, а в некоторых случаях 200 и 220. Я привела эти цифры для того, чтобы было понятно, какую колоссальную работу совершает сердце в условиях повышенного давления в сосудистой системе. Зададим себе вопрос и попытаемся на него сегодня ответить. А каким образом происходит организация сердечного цикла? Почему все четко так происходит в работе нашего сердца – чистого и диастого? Кто же это организует? Оказывается, что наше с вами сердце обладает очень важным свойством. Это свойство называется автоматия. Что такое автоматия? Это свойство самовозбуждения клеток в сердце без действия внешних раздражителей и без импульсов из центральной нервной системы. Как это было доказано? Такой эксперимент до сих пор проводится со студентами в медицинских вузах. Вы знаете, эксперименты проводятся на лабораторных животных, но на лягушках. Если взять лягушку и выделить из ее тела сердце, из ее организма сердце, и положить его рядом с лягушкой, то сердце продолжает сокращаться, несмотря на то, что на него нет никакого воздействия ни из организма, ни извне. А сердце лежит и сокращается. Почему? Значит, в сердце есть какие-то особые участки, которые образуют нервные импульсы, те сигналы, на которые отвечают клетки сердца, а так как сердце – это мышечная ткань, отвечают на сокращение. Оказывается, что если мы говорим об автоматии сердца, то прежде всего мы говорим о так называемой проводящей системе сердца. Что же это такое? Сердце состоит из клеток мышечных. Мышечные клетки мы назвали кардиомиоциты. Это клетки, которые умеют сокращаться. По-другому их называют рабочие кардиомиоциты. Их много. Основная функция у них – сокращение, поэтому их будем называть типичные кардиомиоциты. Но оказывается, в сердце есть еще особые клетки, которые немножечко отличаются от обычных клеток, и мы будем их называть атипичные, не такие, как все, атипичные клетки сердца. Так вот именно эти атипичные клетки сердца, они и участвуют в образовании, в генерации нервных импульсов. И, соответственно, прогенерировав нервный импульс, он по этим атипичным клеткам распространяется по всему сердцу. Этот импульс охватывает, доходит до каждой рабочей клетки сердца, заставляет ее возбуждаться и после этого, соответственно, сокращаться. Таким образом, эти атипичные клетки и участвуют в формировании проводящей системы сердца. Что же входит в проводящую систему сердца? Где эти элементы, где скопление этих необычных клеток? Они образуют так называемые узлы. Начнем с самого главного узла, который как раз и руководит всей работой сердца. Вот эти элементы на слайде в сердце выделены красными точечками. Давайте посмотрим на правое предсердие. И вот в правом предсердии красный элемент говорит о том, что здесь находится первый узел проводящей системы сердца, он называется синусный. Значит, он находится в правом предсердии. Именно этот узел генерирует импульсы, которые затем передаются на следующие элементы проводящей системы сердца. Следующий элемент – это предсердно-желудочковый узел. Само название говорит, где его искать. Между предсердиями и желудочками. Дальше импульс распространяется в так называемый пучок гиса. Пучок гиса, как мы видим, находится в верхней третьей межжелудочковой перегородке. Пучок гиса делится на две ножки, которые называются правая и левая ножки пучка гиса. И, соответственно, одна из них идет в правый желудочек, другая в левый. И ножки пучка гиса, они уже ветвятся на более мелкие образования, которые называются волокна пуркинье. Вот что входит в проводящую систему сердца. И, соответственно, по всем этим элементам, проводящей системой сердца, и происходит распространение импульса. Давайте посмотрим еще раз. Значит, самый главный узел – это первый, это синусовый. Он генерирует импульсы. Дальше это распространяется на все предсердия. От предсердия импульс попадает на предсердно-желудочковый узел. Дальше возбуждение оттуда распространяется на все желудочки, и желудочки охватываются возбуждением, и вследствие этого начинают сокращаться. Мы сейчас поняли, что первым охватываются возбуждением предсердия, и они первые сокращаются, затем охватываются возбуждением желудочки, и они будут сокращаться последующим. Есть такое понятие, как степень автоматии. Что же это такое? Это то количество импульсов возбуждения, которое генерирует каждый из элементов проводящей системы сердца. И вот оказывается, что главный элемент проводящей системы сердца, синусовый, он генерирует в минуту от 60 до 80 таких импульсов. А мы начали с вами сегодня наш вебинар с того, что сказали, что частота сердечных сокращений у человека в норме от 60 до 80 ударов в минуту. Так вот, откуда берутся эти удары? Каждый удар – это каждое сокращение сердца, которое возникает на очередной импульс, приходящий из синусного узла. А синусный узел их генерирует в минуту от 60 до 80. Прогенерирует он их 65, значит, и сердце ответит на эти 65 импульсов, 65 раз сократившись. Вот что такое степень автоматии. Из того, что я вам сейчас рассказала, мы должны сделать такой вывод, что главным, а его еще по-другому называют водителем ритма сердца, или по-другому это письмейкер сердца, это как раз и есть синусный узел. Но его в клинике называют синоатриальный, от слова «атриум предсердия» по-латински. Синоатриальный узел. Так вот, в норме импульсная активность других элементов, проводящихся системой сердца, она подавляется теми импульсами, которые выходят из главного водителя ритма. Ведь все другие элементы, проводящиеся системой сердца, они тоже умеют генерировать импульсы. Допустим, предсердно-желудочковые генерируют их от 30 до 50 импульсов в минуту. Но в норме сердце не подчиняется импульсам от всех тех элементов, которые располагаются ниже синусного узла. Потому что синусный узел главный в норме, и он подавляет все остальные, и все остальные будут выполнять только функцию проводников, а не только проводят импульс. Но иногда бывают такие ситуации, когда по каким-либо причинам синусный узел перестает работать. Есть такое понятие, как слабость синусного узла. Причин бывает много. И тогда сердце, так как оно устроено вот так очень сложно, разумно, начинает переключаться на работу в режиме тех импульсов, которые выходят из нижележащего элемента, то есть из предсердно-желудочкового узла. И тогда чисто теоретически сердце будет сокращаться всего лишь от 30 до 50 раз в минуту. Такое возможно. Но обеспечить в таком режиме нормальное функционирование организма, активную жизнедеятельность практически невозможно. Поэтому это является одним из основных показателей для назначения искусственного водителя ритма. Вот на представленном слайде нарисовано поэтапно, как развиваются процессы возбуждения в сердце. Начнем с первого. Очень кратко пробежимся. Значит, первое. Импульс возник в синусном узле, правое предсердие. Дальше. Возбуждением охватываются предсердия. Это второе. Третье. Посмотрите. Все предсердия охватились возбуждением. Фиолетовый цвет. Дальше возбуждение передается на желудочки. Это, соответственно, 4, 5. И 5 уже возбуждением охвачены все желудочки. Таким образом, произойдет поочередное возбуждение и сокращение предсердий, а затем возбуждение и сокращение желудочка. Идем итог. Проводящая система сердца, ее функция. Что же она делает? Прежде всего, это именно та система, это именно те клетки, которые участвуют в самовозбуждении миокарда. Вот поэтому выделенное сердце из организма лягушки и продолжает сокращаться. Вот это самовозбуждение, оно происходит, как мы поняли, не просто так, а с определенным ритмом. И вот этот ритм, который задается клетками синусного узла, он называется синусный узел. Он называется синусный узел. Сейчас, 3 секунды. Скажите, пожалуйста, все меня сейчас слышат? Если слышите, напишите, что «да» в чате. А, спасибо, все, звук есть. Мы тогда продолжаем. Итак, мы подводим итог, какую функцию выполняет проводящая система сердца. Спасибо, я вижу, что звук есть. Мы сказали, что ритм синусовый. Или по-другому этот ритм, еще по-другому называют правильный. Правильный – это значит, выходит из клеток, импульс из клеток синусного узла. И сейчас мы с вами плавно будем переходить к ЭКГ, и мы поймем, для чего нам это нужно знать. Дальше. Импульсы распространяются последовательно. Мы поняли сначала на предсердие, а затем на желудочке. То есть именно вот эти клетки особые, клетки, проводящие системы сердца, они организуют сердечный цикл. Таким образом происходит вовлечение всего миокарда в желудочек. А миокард желудочков – это мощная структура, мощная мышца, которая за очень короткое время успевает и возбудиться, и сократиться. Вот эти процессы, которые мы сейчас разобрали, это процессы возбуждения, они как раз и регистрируются при записи электрокардиограммы. Что же такое электрокардиограмма? Ну, нужно сказать, что это запись биопотенциала в сердце. Как раз это запись, которая отражает процессы возбуждения и, так скажем, уход от процессов возбуждения, восстановления мембранного потенциала. То есть ЭКГ отражает процессы не сокращения на самом деле, а процессы возбуждения и проведения в сердце. Давайте посмотрим на основные элементы ЭКГ, которые мы с вами как-то разбираем во время обучения. Но в основном, конечно, останавливаемся на зубце Р, потому что он самовыражен. Давайте посмотрим на первый зубец. Первый зубец – это зубец П. Зубец П появляется на электрокардиограмме в том случае, если импульс возбуждения вышел из синусного узла и возбуждением охвачены предсердия. Значит, зубец П говорит о том, что возбуждением охвачены предсердия. Если мы видим, что первым появляется зубец П, это говорит о том, что ритм синусовый, то есть правильный. То есть импульс выходит оттуда, откуда надо. Следующий элемент – это элемент ПКУ. В ПКУ есть такой понятий сегмент. Посмотрите, этот элемент лежит на прямой линии, так называемой изолинии. Вот этот элемент ПКУ, он нам отражает тот процесс, что в сердце импульс достиг предсердно-желудочкового узла. Предсердно-желудочковый узел сейчас вовлечен в процесс возбуждения. А следующим элементом на ЭКГ является большой комплекс, состоящий из трех зубцов. Это зубцы К, Р, С. И вот этот комплекс К, Р, С, он называется желудочковый комплекс. Он говорит о том, что возбуждением охвачены уже желудочки. Но они не могут быть одномоментно все охвачены возбуждением. Возбуждение сначала распространяется по межжелудочковой перегородке, это зубец К. Когда возбуждением охвачено примерно 50% желудочков, пишется зубец Р. Когда возбуждением достигло до основания желудочков, пишется зубец С. А когда мы видим опять прямую линию в виде СТ, СТ-сегмент, то это говорит о том, что все желудочки, все кардиомиоциты, то есть рабочие клетки желудочков, охвачены возбуждением. А после этого возбуждение постепенно меняется, оно снижается. И в клинике это называется реполяризация, то есть возбуждение уходит. И пишется зубец Т. На зубце Т мы иногда останавливаемся во время обучения и говорим, что этот зубец очень вариабельный, то есть он очень может быть высоким, походить до середины зубца Р. Это говорит о том, что желудочки начинают постепенно восстанавливать свой мембранный потенциал, то есть снижают свое возбуждение, а это может происходить по-разному. Дальше обратите внимание, мы с одним циклом закончили, посмотрим теперь на другой. Идет опять прямая линия. Это интервал ТП, то есть от окончания одного сегмента к началу другого. И вот этот ТП – это не что иное, как общая пауза, про которую мы с вами тоже сегодня говорили. То есть все отделы сердца расслаблены, они не возбуждены и не сокращаются. В это время сердце отдыхает. А после того, как оно отдохнуло, новый импульс опять возникает в предсердиях и пишется новый зубец П, то есть начался новый сердечный цикл. Таким образом, что мы можем посмотреть? Что расстояние от одного П зубца до начала другого П зубца? Это будет время одного сердечного цикла. Но мы с вами для удобства используем расстояние между зубцами Р, от одного зубца Р до другого зубца Р. Вот у нас и сформировался РР-интервал. Это время одного сердечного цикла. Вот с этим циклом мы с вами работаем. Программа рассчитывает его продолжительность. И, как мы видим, что продолжительность, она не остается одинаковой. Это вариабельность, так называемая, ритма сердца, которую мы измеряем по вот этому интервалу РР. В связи с этим мы видим, как ритмично сокращается сердце, но существуют определенные отклонения от нормальной работы сердца. И мы с вами разберем одну из наиболее распространенных патологий, с которой вы все встречаетесь при записи ЭКГ на программе Ведопульс. Это ситуация, которая называется экстрасистолия. Само слово «экстрасистолия» – это что-то такое внеочередное, без очереди. Систола – это сокращение, значит, это какое-то внеочередное сокращение сердца. В целом, экстрасистолия – это разновидность аритмии. Аритмия – это нарушение работы ритма сердца. Итак, экстрасистолия возникает в результате преждевременного возбуждения всего миокарда либо каких-то его отделов. Так вот, внеочередное сокращение сердца, а оно может появиться только на какие-то внеочередные импульсы и будет называться экстрасистолой. Откуда могут исходить эти внеочередные импульсы? Они, эти внеочередные импульсы, могут исходить из различных участков проводящей системы сердца. То есть в норме импульс возникает, как мы выяснили, в синусном узле, а какие-то дополнительные импульсы могут возникнуть во всех других элементах проводящей системы сердца. И на них сердце по какой-то причине берет и отвечает внеочередным сокращениям. На ЭКГ мы с вами увидим так называемую экстрасистолу. Ну, вот на представленном слайде очень характерно видно экстрасистолу. То есть мы видим красным цветом это внеочередное сокращение сердца. Обратите внимание, зубец Т стал отрицательным. И после вот этого несвоевременного, безочередного сокращения сердца появляется компенсаторная пауза. Эта пауза необходима сердцу для того, чтобы он, каждая клеточка сердца, восстановила свой энергетический потенциал и для того, чтобы камеры сердца смогли полноценно заполниться кровью. Если сердце не будет полноценно заполняться кровью, то последующая систола, она тоже будет неполноценной. Таковы же причины экстрасистол? Причины экстрасистол их много. Ну, мы их давайте условно разделим на несколько групп. Первую причину – так называемые приходящие факторы. Они могут возникнуть, ну, хоть у кого. То есть экстрасистола может возникнуть, как мы видим, при физической нагрузке, при каком-то выраженном эмоциональном стрессе, при повышенном утомлении, также интоксикация. Ну, что это? Это приемы алкоголя и курения могут быть провоцирующими факторами для развития экстрасистолии. Следующая причина экстрасистолы – это органические заболевания сердца. То есть это проблема в самом сердце. Это ситуации, которые могут быть связаны с перенесенным инфарктом миокарда, с образованием рудцовых изменений в строении мышечной ткани сердца. Это ишемическая болезнь сердца. Ну, ишемическая болезнь сердца здесь подразумевается состояние стенокардии. Это артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление. Различного рода кардиомиопатия, то есть это слабость сердечной мышцы. И пороки сердца. Следующая группа, которая может привести к развитию экстрасистолии – это так называемые внесердечные заболевания. То есть заболевания, которые не связаны с проблемами в сердце. Ну, что здесь выделяют? Здесь это, прежде всего, эндокринные заболевания. Этокринные заболевания на первом месте – это проблемы, связанные с гормональным фоном щитовидной железы и проблемы, связанные с работой поджелудочной железы, с инсулином аппаратом. То есть, ну, прежде всего, это сахарный диабет. И еще одна из причин, на которой хотелось бы остановиться – это гипокалиемия. Про гипокалиемию мы тоже с вами уже говорили. Гипокалиемия – это мало… дословный перевод, да? Это мало калия в крови. Калий – это важный микроэлемент нашего организма. Концентрация, содержание которого в плазме крови, я напоминаю, должна быть в норме, в примерах, где-то около 5 ммол на литр. Вернее, калий обеспечивает нам одна из его функций, важных для нашего организма – это оптимальная работа сердца, в том числе процессы возбуждения. Так вот, гипокалиемия, недостаток калия, может также привести к развитию экстрасистолы. И гипокалиемия может быть спровоцирована приемом диуретиков, то есть мочегонных средств. Поэтому вы наверняка знаете, что все мочегонные средства делятся на две большие группы – это калий сберегающие и не калий сберегающие. Так вот, те диуретики, которые не относятся к калий сберегающим, они вымывают калий из нашего организма, и калия в крови становится мало. А также одна из причин развития гипокалиемии – это несбалансированные диеты, неправильные диеты и неконтролированный прием средств, так называемых, для похудения. А все эти средства, их действие в основном у многих основано на слабительном и мочегонном эффекте. Вот они причины экстрасистолы. Ну, также вот здесь все это иллюстрировано, как на ЭКГ идет проявление экстрасистолы. Вот они внеочередные циклы с компенсаторными паузами. И мы с вами научились, что если мы такие элементы видим при записи ЭКГ на АПК видопульс, то мы должны удалить и сам цикл экстрасистолеи, и цикл перед ней. Мы так работаем по коррекции артефакта. Ну, вот в связи с тем, что мы сейчас с вами узнали, как работает наше сердце, как происходит возбуждение, в каких элементах, как происходит распространение волны возбуждения, как сокращаются поэтапно различные элементы, различные камеры сердца, сейчас мы немножко познакомимся с таким явлением, как пульсовая волна. Что же такое пульсовая волна? Ну, прежде всего, это волна, которая распространяется по аорте и по артериям. И эта волна вызвана выбросом крови из левого желудочка во время систолы. Вспоминаем. Желудочки сокращаются, правый и левый сокращаются одномоментно, но левый желудочек сокращается сильнее, потому что ему кровь нужно протолкнуть, так скажем, на более длительное расстояние, в большую кровообращение. Соответственно, вот этот вот толчок выброс крови во время систолы в аорту и сопровождает формирование пульсовой волны. И вот здесь видно, как происходит движение крови, такой вот пульсации. И вот эта пульсация, пульсовое движение крови, оно характерно для сосудов крупных, в частности для аорты и крупных артерий. Если мы посмотрим уже на сосуды не такие крупные, артерии среднего, значит, звена, мелкие артерии, там уже мы будем видеть линейный кровоток, но, тем не менее, давление, которое кровь оказывает на стенку сосуда, оно сохраняется. Итак, пульсовая волна, как мы поняли, возникает в аорте. Кровь двигается по сосудам, распространяется, и таким образом пульсовая волна тоже двигается по стенке сосудов. Самым распространенным методом исследования пульсовой волны является исследование пульса. Все мы знаем, что такое пульс. Пульс – это как раз и есть регистрация пульсовой волны. И пульс, как правило, мы исследуем на лучевой артерии, путем прижатия ее к лучевой кости. Также пульс мы можем измерить еще и на сонной артерии, это более крупная артерия. И бывают такие ситуации, когда на лучевой артерии пульс не прощупывается. На сонной артерии он должен прощупаться точно, если говорим о состоянии жизни организма. Итак, от чего же зависит характер пульса? Он зависит, как мы понимаем, от работы сердца, от эффективности сократительной деятельности сердца и от тонуса артерии, то есть от тонуса сосудов, то есть от состояния самой сосудистой стенки, о ее эластичности или жесткости сосудистой стенки. Итак, пульс. Более такое понятное для нас определение. Это толчок крови в сосудах при сокращении сердца. То есть произошла систола, где у нас сердце, где лучевая артерия, и через какое-то время вот эта пульсовая волна дошла до лучевой артерии, которую мы с вами и пальпируем. Итак, основным методом исследования пульса является пальпация. Вот здесь, на данном слайде, как раз можно наблюдать, как можно измерить, пропальпировать пульс на лучевой артерии, на сонной и на височной. Обратите внимание, ни в коем случае это не один палец, это три пальца. Как они накладываются и характеристики пульса мы будем разбирать с вами на следующем вебинаре. А здесь пока вот только в общем ознакомлении. Значит, что мы можем говорить по пульсу в общепринятых медицинских представлениях. Ну, прежде всего, это частота пульса, ритм, напряжение и наполнение. Ну, а также много других характеристик, которые позволяют пульсовой диагностике в целом проводить диагностирование организма. Дальше мы переходим к аюрведическим уже понятиям. И так как у нас сегодня тема вебинара посвящена полностью работе сердца, то мы знакомимся сегодня с третьей тканью, это мамса тхату. Мамса тхату с санскрита ассоциируется в целом с мышечной тканью. Обратите внимание, мамса – это мышечная ткань. Причем мышечная ткань у нас в организме, ну, прежде всего, это скелетная мышца, вечно полосатая, это сердечная мышца, которую мы сегодня с вами разбираем, и это гладкая мышца. Это гладкие миоциты всех наших внутренних органов, а также это миоциты сосудов, бронхов, желудка, кишечника и так далее. Все это мамса тхату. Если мы хотим судить о состоянии работы сердца на АПК «Видопульс», то прежде всего мы должны смотреть два признака по двум вкладкам. Истощение и напряжение мамса тхату во вкладке «Недана». И мы должны смотреть на состояние меридианов. Это меридиан сердца, пятый, и меридиан парикарда, девятый. Это во вкладке «Меридианы». Если имеются изменения какие-то, да, вот именно со стороны мамса тхату и со стороны этих меридианов, то это будет признаком вовлечения в процесс миокарда. То есть здесь мы уже можем говорить уже о каких-то процессах, связанных с изменением в работе сердца. Вот я вам показываю, да, вкладка «Меридианы». Как раз вот здесь меридиан сердца выделяется. И если есть изменения со стороны мамса тхату, то это позволяет нам уже думать о правлении, нет ли каких-то изменений в работе сердца. Итак, истощение мамса тхату. Истощение мамса тхату свидетельствует о снижении тонуса, потере силы, то есть так называемая остыния. Это ПИКС. ПИКС – это постинфарктный кардиосклероз. Это сердечная недостаточность. Гипотония – это понижение артериального давления. Ну и в целом атония со стороны просто гладкомышечных клеток. Если же мы говорим о напряжении мамса тхату, то это прежде всего напряжение в работе сердца. Хорошо, я буду помедленнее. Значит, мы сейчас с вами разобрали то, что происходит со стороны мамса тхату, когда она истощена. Сейчас мы говорим о мамса тхату в состоянии напряжения. Напряжение мамса тхату, прежде всего, это напряжение в самом сердце, это повышение тонуса со стороны гладких мышечных элементов. И здесь мы можем уже судить, допустим, о повышении артериального давления. То есть в целом о спазме гладкой мускулатуры. Ну и это мы с вами можем увидеть вот во вкладке «Недана» тхату. Вот я привожу вот этот пример на этом слайде, где, как мы знаем, показатели от 0 до 1 – это идет истощение. Если мы говорим о показателях в зеленом фоне от 1 до 4 – это нормальное функционирование. И если мы говорим уже о красном цвете, вот как в данном случае третья ткань – это мамса. Она попадает в красную часть спектра, то есть больше 4, то в данном случае мы говорим о напряжении со стороны мамса тхату. Как еще при помощи АПК «Ведопульс» мы можем диагностировать изменения со стороны работы сердца? Ну, прежде всего, мы должны посмотреть во вкладку «Субдоши». Субдоши, которые касаются вата. Доши, пятая субдоша – вьяна. Вьяна-вата. Скорость нервных импульсов, характер внутренней секреции. Я хочу сказать, вот я вижу, что написано сейчас в чате. Я, конечно, могу вернуться к предыдущему слайду, но все слайды вам будут высланы. Итак, давайте продолжим по поводу вьяна-вата. Как нам понять, да, вот уже переложив на те представления о сердце, которые мы с вами сегодня получили. Значит, вьяна-вата по-другому – это такого рода электрический генератор в сердце. То есть вспоминайте, нервные импульсы. Это тот электрический генератор в сердце, который распространяет импульсы по сердцу, и эти импульсы затем передаются и по сосудам, то есть по всей системе кровообращения. Итак, изменение вьяна-вата. Изменение, то есть в сторону как истощения, так и напряжения. О чем может свидетельствовать? Может свидетельствовать о аритмогенезе. Аритмогенез – это развитие аритмий. Одно из проявлений аритмии мы с вами сегодня разобрали. Это блокады, это экстрасистолы, да? То есть это говорит о электрической нестабильности сердца. Это экстрасистолы и развитие блокады, проведение импульса. Дальше. Изменения вьяна-вата также могут свидетельствовать о нарушении регуляции сосудистого тонуса. Что такое нарушение регуляции сосудистого тонуса? Ну, прежде всего, это нарушение регуляции артериального давления. Как в сторону понижения, так и в сторону повышения артериального давления. То есть гипотония и гипертония. Это ВСД. ВСД – это вегетососудистая дистония. Вегетососудистая дистония. И, соответственно, она может проявляться различными ситуациями. Снижением артериального давления, либо, наоборот, гипертоническими кризами, то есть резким повышением давления. И, как само самостоятельное проявление, артериальная гипертензия. Ну, и вот здесь, на этом слайде, я привожу два примера, две крайности. Если мы посмотрим на левую картинку, то вьяна-вата – это вот пятая субдоша. Смотрите. Она попадает в желтую часть спектра от 0 до 1. То есть это говорит об истощении вьяна-вата. Если мы посмотрим на картинку, которая располагается справа, то вот она вьяна-вата – пятая субдоша. Она попадает уже в красную часть спектра. То есть в данном случае она находится в состоянии напряжения. Также мы, как обычно, подготовили для вас табличку. Это травы, которые влияют на мамсадхату в зависимости от типов доши. Это вы также все получите в рассылке. Хочу остановиться особенно на одной из трав – это аюрведический компонент «Арджуна», который является непосредственно кардиотоником. Ну, вот на сегодня я хочу закончить свое сообщение и сказать, что следующий наш вебинар, в рассылке получите, когда он будет, но также будет примерно через две недели, мы будем уже непосредственно говорить о пульсовой волне, о характеристиках пульса. Мы будем говорить непосредственно о тех изменениях РР-интервала и будем более подробно останавливаться на тех индексах, которые мы пытаемся разобрать в процессе нашего с вами обучения в работе на видопульс. А сейчас я посмотрю вопросы. Может ли сыроедение привести к гипокалиемии? Ну, смотря, что вы кушаете, потому что калия очень много содержится в овощах. И вот у нас есть сообщение, вебинар, да, первый. Я говорила о значении микроэлементов, и там как раз приводился в пример огромное количество зеленых овощей, в которых содержится калий. Поэтому, если питание сбалансировано, то гипокалиемия навряд ли это приведет. Что даст прием Арджуна в данном случае? В данном случае хотелось бы узнать, в каком случае. Арджуна в целом является кардиотоником. Кардиотоником. Вы посмотрите, Арджуна, допустим, для вата, доши он не показан. Для Пита и Капха, пожалуйста, Арджуна вполне целесообразна. Если вы видите изменения по мам-садхату и вьяна в вкладке субдоши, вьяна вата. Так, сейчас. Нет, у нас здесь нет такого положительного и отрицательного. А плюс означает, что этот фитокомпонент показан для данного типа доши. В целом, все травы обладают, так скажем, моделирующим действием. Поэтому их можно назначать как при гипо, при истощении, так и при напряжении, который показан на мам-са либо на вьяна. Если вы зарегистрированы, то, возможно, я отвечаю, вот, Светлане. Возможно, вам, значит, вполне вероятно, что вам можно будет выслать презентации двух первых семинаров, только надо будет зарегистрироваться и написать. Так, ну вот, Валентиня, я думаю, тоже ответила. Скачать для изучения отдельный папку. Вам вышлют, Татьяна, я Гольцову отвечаю, вам вышлют вот все презентации с моей записью. Почта. А, Нина уже отвечает. Ну, хорошо, все ссылки мы вам вышли, презентации тоже. Если вопросов больше нет, то на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Всем большое спасибо, получайте рассылку и будем встречаться на следующем вебинаре. Спасибо большое, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok